Фух, итак, в общем, этот безумный убийца идёт по нашим следам, находится прямо за этой дверью. Так, что мы можем сделать? Не бойтесь уходить, никто... Никто ведь не отнимет, что было вам дано. Несмотря ни на что, мне удалось обустроить новое рабочее место. Я подошёл к делу творческим. Творчески умудрился организовать его так, чтобы иметь возможность заниматься ещё одним своим хобби. Условия здесь, мягко говоря, спартанские, но переживу. Должен пережить. Их парень... Их ждёт парень из 102. Это просто какая-то бойня. Они, наверное, здесь кого-нибудь разделывают, а потом просто... Ну, соответственно, органы разбирают, потом распродают по дешёвке. Нет, я пока не буду открывать. Хоть его там, скорее всего, уже и нету. Субтитры делал DimaTorzok Привинчено. Голыми руками мне её не открыть. А-а-а... Всё понятно. О, это же компухтер. А, нет, это дешифровальный терминал какой-то. Эту штуку мы, блин, почему-то подобрать не можем, к сожалению, никак. Я уже видел нечто подобное. Это поможет расшифровать надписи на статуэтке. Не реагирует, не реагирует. Список субъектов ликвидированы. Чем же, чёрт побери, ты занимался, Адам? Крайняя степень афазии... Ну, это всё читать уж тогда не буду. Бередовое расстройство, полностью реагирующий. Биполярное расстройство, так, понятно. Ну, поехали по порядку. 6 июля 2083 года. Наконец, удалось обустроить рабочее место. Конечно, оно не идеально, но сойдёт. К сожалению, первое испытание оказалось, мягко говоря, неудачным. Может показаться, что знаний, приобретённых мною в течение пяти лет работы над проектом, должно быть достаточно, но без моих данных этот путь будет долгим и ухабистым. Угу. 25 июля 2083 года. Я вступил в несколько неожиданных союзов. Эти люди ассистировали мне во время исследований и помогли украсть данные. Я не планировал привлечь кого-либо ещё. Это делает всё предприятие ещё более рискованным. Но нужно быть реалистом. Я запланировал очень масштабный проект. Мне понадобится любая помощь, которую мне предложат. Возвращение этой магнитуды, я нужна помощь, которую я могу получить. А что он там украл, я просто не успел прочитать. А, я помогли украсть данные из Херона, понятно. 2 сентября 2083 года. Наконец вернул себе часть данных. Жаль, что без толков. Субъекты оказались нестабильными. Ограниченные способности, умственные расстройства. Они кажутся сломленными и несовершенными. Последний просто орал и не прекращал. Пришлось его ликвидировать. До сих пор слышу его крик. Субъекты оказались нестабильными. И он... Никогда не прекращал. Я не мог выбрать, чтобы терминовать. Я все равно слышу его. Так. 16 сентября 2083 год. Сплю совсем немного. Наркотики неплохо справляются со своей задачей. Не давать мне уснуть, но физические ограничения значительно меня замедляют. Как и должно быть. У меня такое чувство, будто я смотрю прямо на ответы и не вижу их. Возможно, я не настолько умен, как хотелось бы. Возможно, я просто обречен облажаться и всех подвести. Наверное, это наследственное. Проект... Блин, я не помню, какой сегодня день. Я... 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 Я не... Я не помню, какой день это было. Домы становятся хуже. Несомненно, это побочный эффект стимуляторов. Попрошу Джека откорректировать дозу. Я просто хочу спросить Джека, чтобы улучшить дозу. Хуже то, что, мне кажется, мое подсознание начинает проявляться в рабочее время. Могу покляться, что слышал недавно шепот из системного блока, поскольку это абсолютно невозможно. Я могу объяснить подобные симптомы лишь недостатком сна. Обычно я не уделяю знам особого внимания, но этот был таким ярким. Мне снился мой последний день в Херонии. Я снова видел в конференц... Я снова сидел в конференц-зале, а шеф смотрел на меня этим своим нисходительным взглядом. Говорил, что нужно расти и двигаться вперед. Но его лицо в этот раз было другим. На нем была ухмылка, выражающая презрение и осуждение. Это было лицо моего отца. Это было лицо моего отца. Ммм, вот и все. Так, окей, ладно. Да и не туда. Так. Хм. Да что ж ты будешь делать? Вот, блядь. Нормально. Так, ночное виденье. Ага, да, я уже наперед подсказки это сделал. Ну, тут и так, конечно, вроде неплохо видно, но так и себя чувствую комфортнее. Тоннель проходит под зданием. Нужно выбраться из этого лабиринта и вернуться на верхние этажи. Возможно, здесь есть кто-нибудь, кто смог бы мне помочь. Угу. Блин, а я ее не допросил. Нашел женщину, подключенную к непонятному устройству. Она еле жива, но нейроимплант не поврежден. Может, стоит допросить ее? Блин. Ну, это было уже в стиле как бы давно очень. Это что такое? Даже оборачиваться не буду. Хм, то есть какие-то комнаты даже с номерами есть? Тут, типа, люди живут или что? Есть кто-нибудь? Мне нужно с вами поговорить. О, да, привет. Меня зовут Мария. Я Мария. Привет, Мария. Я Дэн. Прекрасное имя. Очень. Это типа как Даниил из Библии? Да, Эм, возможно. Мария, я кажется, заблудился здесь. Вы не могли бы показать мне ближайший выход? О, да, я все понимаю. Там внизу просто лабиринт какой-то, правда? Да, довольно запутанно. Так, что насчет выхода? Ну, ладно. Мимо помещения с ужасными криками идите прямо к лестнице. Вот и все. Спасибо. Просто будь осторожен. Не сбейся с пути. Ты дитя света, Даниэль. Ты слишком ценен, чтобы потеряться во тьме. Ты свет, Даниэль. Очень слишком пророк, чтобы потерять в тьме. Да, спасибо, Мария. Потрясающе. О, жесть. Блин, жесть какая. Помещение с ужасными криками. Окей. Понятно. Код я не знаю. Найти владельца подвального оповещения 28. Окей. Эй, есть кто-нибудь? Помогите, пожалуйста. Так, видимо, отсюда, да? Что случилось? Что там происходит? О, как хорошо, что вы меня услышали. Помогите, я не могу отсюда выбраться. Хорошо, сэр. Можете описать, что конкретно с вами происходит? Я проснулся, привязанный к этой адской машине. В лодку была вставлена трубка. Я еле ее вытащил. Хорошо. Хорошо, осмотритесь и скажите, что вы видите в комнате. Ничего не вижу. Здесь у меня что-то на голове. Только не это. Помогите, пожалуйста. Давайте попробуем так. Вы можете снять это устройство, которое у вас на голове? Эм, не уверен. Я еле могу поднять руки. Что, черт возьми, они со мной сделали? Послушайте, сэр. Положите локти на кресло, опустите голову и откиньтесь назад. Локти на голову и откиньте назад. Эм, спасибо, я уже его снял. Это какой-то шлем, повсюду кабели, и на нем есть логотип. Лицо с крыльями. Это... Это какой-то тип хелмет. Есть кабели везде, есть лого. Какая-то типо, лицо с крыльями. Серия Morpheus VR. Что-что? Эй, эй, ответьте. Как капитан подвига или представительница? Инициатива Объединения Земля. Я требую, чтобы мне сообщили, что здесь происходит. Ха. Это все было у вас в голове, капитан, сохраняйте спокойствие. Все в порядке, сэр. Я сообщу инициативе о вашем затруднительном положении. Спасибо, не знаю, кто вы, но инициатива Объединенная Земля этого не забудет. Несчастный дурачок, жизнь все равно тебя настигнет. Что вы сказали? Говорю, ваша команда уже в пути. Бедняга. Нет, спасибо. Я туда не пойду. Странно, мы отошли, а она снова заиграла. Еще одна дверь. Что, кросс из Машрумс? Полиция, краковая, должен задать вам несколько вопросов. Вам, вам, вам лучше уйти. Почему вы так считаете, мэм? Он вас увидит, он хочет, чтобы я разговаривал... Он не хочет, чтобы я разговаривал с другими. У него есть имя? Пожалуйста, уходите, он очень разозлится, если услышит нас. Этот человек сейчас с вами, мэм? Не знаю, наверное, нет. Я никогда не знаю, где он. Он просто приходит и уходит, понимаете? Он дурно с вами обращается? Пожалуйста, уходите, он... Со мной все будет в порядке. По голосу вы не кажетесь очень счастливой. Этот мужчина сейчас дома? Он всегда дома, он живет в стенах. Уходите, пожалуйста, иначе нас обоих ждут неприятности. Мэм, я очень не хочу оставлять вас одну в таком состоянии. Я в порядке, я там, где хочу быть. Чудесно. У нас здесь просто безумное чайпитие какое-то. У нас здесь все. дверь вынесены и все понятно о подъем наверх потрясающе это радио окей ладно какая-то звукозаписывающая студия судя по всему так алису алексу каминскому алекс каминский приведет для нас захватывающую экскурсию по преступному городскому дно отрежь ему палец это были первые слова когда-либо сказанные мне тараканом но на его сером лице ничего не промелькнуло ни малейшего чувства он произнесся это обыденным тоном словно просил у меня сигарету только он не просил обладатель пока еще не отрезанного пальца низко статусный член банды по кличке блоха имел несчастье не угодить боссу наступило время расплаты я не колебался ни секунды возможно это не очень хорошо говорит обо мне но это правда размышляя об этом сейчас я понимаю что это был разумный поступок отказаться от этой великой по понятиям чести значило поставить под угрозу всю операцию самому превратиться в лучшем случае в отверженного недостойного даже словечка но не это было моим главным пробуждением по крайней мере в тот момент по правде говоря я чувствовал что обязан сделать это возможно что-то было в тоне таракан тараканова голоса ледяная бесстрастная манера внушающая страх и уважение в большей степени чем любые угрозы на миг эта комната стала для меня всем миром была только семья и приказ который нужно немедленно исполнить чтобы отсечь человеческий палец мне потребовалось несколько попыток лезвие было не особо острым и у меня не получилось прорезать кость каждая попытка сопровождалась взрывом хохота других членов банды смеялся и тот кому я резал палец в промежутках между хрипами боли когда я наконец справился он посмотрел мне в глаза не с гневом или ненавистью но с подлинной благодарностью я помог ему искупить вино так началась моя вторая неделя с вредителями таракан блоха вредители да это да это сквозная тема в этом нет ничего страшного забавного или причудливого но ты входишь в семью тебе дают имя твое настоящее имя как как бы нелепо оно не звучало никто из твоей новой родни не станет смеяться над ним эта тема символизирует единство и каждая кличка теряет свое первоначальное значение пока разумеется но не перейдет на новую например таракан для обычных людей звучит не очень но для вредителей это синоним силы авторитета и абсолютной преданности для них он утрачивает любую связь с маленьким жучком который спешит спрятаться под холодильник когда включается свет это имя человека за которого они готовы умереть или убить примечание редактора это отрывок из следственного журнала алекса каминского дневник вредителя мэй 4 года в трущобах книга доступна для скачивания прямо сейчас эксклюзивно на архетипе ой господи как все смазано прям плывет аж в глазах нужно поскорее уехать из города привет старик не паникуй подумай сам если бы они тогда знали где ты зачем им было бы давать тебе фору что если это ловушка может они пытаются выманить тебя чтобы сцапать снаружи ты справишься что тебе делать оставайся твою мать там где ты сейчас заляг на дно они нашли меня они знают что я здесь я уверен я нашел мертвую птицу у себя по двери сегодня утром это их визитная карточка таких совпадений не бывает я уже связался с одним человеком который может вытащить меня отсюда он приедет завтра мне придется заплатить за это рукой и ногой но черт побери у меня не остается другого выбора стервятники ничего не забывают и уж точно не прощают привет получил твое сообщение назвать это срочным вызовом было бы преуменьшением но думаю и этого достаточно бери свое барахло и встречаемся завтра утром возле здания на задней аллее там где старый отель приходи один увижу еще кого-то все отменяется в 6 утра ровно не опаздывай век седьмой уровень в 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 Ого, ого, ого... Сейчас мы попытаемся их убрать на максимуме. Тааак. Таак, так, так. Можно этих троих попытаться зацепить ещё. Давайте попробуем, может по максимуму зацепить щас. Блядь, вот это я затупил, да, я совсем забыл. Так, сейчас этих собираем. Пытаемся этих ещё взять, сколько возможно. Всё отлично, и избавляемся от них. Так, идём собираем монеточки. Так. Так, этого парня мы тащим щас за собой. Или может надо было его в последнюю очередь брать. Блин, нам сюда с мечом надо было однозначно приходить. Да, нам надо с мечом, чтобы с самого верхнего убрать. Ну щас попробуем. Должно наверно получиться. Ооо, я случайно сделал. Я случайно нажал вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и сейчас двигаем на самый-самый верх. Собираем их вообще много-много-много-много. Аааа... А нам же меч нужен. Сука. Как же так? Аааа... Всё. Вот так вот. Так, окей. Действуем по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берём меч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собираем всю эту брату на себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этих мы тоже берем с собой. Вот, все отлично. Аха! Но толку-то там трое осталось. Я просто не уверен, что они все втроем сразу на меня захотят выйти. Прям вообще не уверен. Я просто двоих вот я уверен, что убью, а вот насчет третьего прям вообще не уверен. А, ну вот, все, теперь у нас все получится. Еее! Фух, седьмой. Отлично. Полторы тысячи шагов сделал. Кракова, можно с вами поговорить? Что за чертова блокировка? Я требую, чтобы ее немедленно сняли. Немедленно! Это не входит в мои обязанности, но я посмотрю, что можно сделать. Тогда лучше пошевеливайся. Раз, два. Ладно, давайте вы немного успокоитесь. Просто оставайтесь в квартире, выпейте кофе и подождите, пока я все улажу. Ты, ты что себе возомнил приказывать мне? Себастьян, да заткнись ты наконец, я только что уложила этого спиногрыза. Жессика, не встревай, мы здесь разговариваем. Собственно, мы уже закончили. Все, пока. Эй, и не думай убегать от меня, бусох хренов. Хе, говноед. Даже не захотел разговор продолжить. Так, это место не оказалось выходом. К сожалению. Мария, это снова я, Дэн. Даниэль, как всегда, очень приятно. Да, та дверь, о которой вы говорили, она закрыта. Возможно, есть другой путь? Другого пути нет, Даниэль. Может быть, вы знаете код? У меня души, мы все его знаем. А можете мне сказать, как оно пишется? 44. 404. А последняя цифра? Это тебе и предстоит узнать, но не задерживайся, Даниэль. Это место не предназначено для тебя. Если ты останешься надолго, то пропадешь вместе со всеми нами. Потрясающе. Сейчас бы вспомнили, где эта дверь еще. Так, отсюда мы вроде пришли, да. Отсюда мы пришли, но здесь уже закрыто, по-видимому. 4-0-4-1. 4-0-4-2. 4-0-4-3. Хотя, возможно, это вообще, может быть, не та дверь. Так бы он что-нибудь сказал. Да, это не та дверь. А, ну да, это действительно не та дверь. Мы еще не нашли владельца этого помещения. Он что-нибудь сказала? 4-0-5-4-2. Продолжение следует. Каждый. 6-0-5-4-4-2. Так, может, мы уже не нашли его. 5-0-5-4-4-4-4-4-4-5-4-4-5-5-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-6-6-6-6-6-6-8-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-7-6-7-7. Вот оно. Не угадал. Да что ж ты будешь делать-то? Неужели это снова не та дверь? Твою мать. Это выход. Часто дерьмо, а. Блин, как она говорила? Неужели я не могу последнюю цифру просто угадать? Неужели я не могу последнюю цифру? Теперь нужно вычислить последнюю цифру. Ну блин, она же мне его назвала. 404. Да не может быть. Может это, хотя нет, последняя цифра. Ну давайте попробуем по-другому. Мало ли что в голове у этой Марии. Хм. Твою мать. Что-то Мария, напиздели вы мне походу. Странно. Фотографию какую-нибудь нашел. Удалите свои импланты. 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 Удалите свои импланты.